Первая глава, 9-10 стих. А в ком всего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об ощущении прежних грехов. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, ибо так откроется вам свободный вход в царство Христа и Бога. Прошло 15 минут, встаньте. Это пренебрежение к проповеди. Садитесь, никакой нужды нет. Притом не один раз. Вот наблюдайте, кто садится. Те, у кого никогда не звучит проповедь. Она им совершенно не нужна. Кто? Старобрядцы. Как эта проповедь, они мгновенно заслупают, им это не нужно. Это не я доказываю, это живые люди доказывают. Переломите обстановку. Вы здесь были, смешали, среди себя. Сделайте так, чтобы проповедь озвучала. В ком этого нет тот слеп. Это не я говорю, а Петр говорит. И не просто слеп от рождения, а закрыл глаза свои сам. Как глаза закрыть? Можно веки закрыть, а можно рукой закрыть, а можно второй рукой наложить. Совсем не бей. Вот в таком положении целое общество, которое не любит Слово Божие. А впереди апостол Петр говорит, ком сего нет, что сего. А вот это сего состоит из семи пунктов. Я вас очень прошу, семь, всего лишь семь. Каждый пункт состоит из двух слов. Заполните это. Прочитайте дома. Второе послание Петра, оно такое маленькое. И он говорит так. Первое. Покажите вере вашей добродетели. Вера бездельная мертва. Веря в добродетели. А я верующий. Но бесы верные не трепечат. Это бесовская вера. Чем хвалишься-то? Бесы лучше нас верят. Они видели все на небе. Они знают Бога, видели чудеса. Беса не стареет. У него в паспорте не стоит дата рождения. Ему не написано, что лет человеческих 70, или беса 70 лет. Он бессмертный. Он как сотворен, такой есть. Не стареет и ничего. Этой верой хвалиться не надо. Если у тебя есть вера, покажи ее в делах. Что ты правильно веришь. А как показать? Вера предполагает, что ты подчиняешься тому, в кого веришь. Верить Богу верят и демонам. Но верить Богу, что он сказал, вот в этом вся суть. А верить Богу, это значит исполнять все, что он сказал. А в Библии написано так. Я создам церковь. Ее церкви не было. А я создам в будущем. А когда Бог создал церковь? Давайте вот мысленно представим, что перед нами находятся 500 миллионов септантов. Еретиков. Литеран всех. И мы задаем вопрос. Скажите, эти слова правильно написаны? Все ответят хором. Да. Хорошо. Он создал церковь. Когда? И все одинаково петель в день Пятидесятницы в Сеонской горнице. Открылась дверь для евреев. А потом? Потом в доме корнили. Первая, вторая глава Деяния апостола. Дальше десятая глава. Все. Но Христос не сказал, что я буду создавать церковь несколько раз. Или я буду ее передавать, если первая церковь кончится. Сделать соблудницы. Такого нет. И Библия заканчивается тем, после всех упреков, какая церковь оказалась негодная, Господь ее чистит. И в конце говорит, иди, я покажу тебе брак Агнца с невестой. Невеста церковь. Не написано, что покажу я тебе брак с наложницами, с блудницами. А вот под наложниц и блудниц попадают все остальные. Бог создал церковь один раз. И если ты веришь, то верь в эти слова. Немало не сомневайся, врата ада не одолег. Все веки говорят, церковь пала, ее надо заново создавать, баскистов организовывать, пятидесятников. И дальше конца никакого нет. Сегодня насчитывается около 20 тысяч разных названий христианских. Нормально? Вот вы только вдумайтесь в это. Люди, которые не имеют представления о церкви, они вообще ничего не имеют. Идет страшный сам обман. Они закрыли глаза свои, они не видят, куда идут. Вот у нас не так, говорят те, которые вышли. Не так. А я говорю, ты это от Бога получил откровение? Да, от Бога. Посмотрим, до каких пор Бог тебя этот будет вести. Бог с маленькой губы от идеалов. Доходят до двери, они еще считаются нашими. Агнашельные изыдите. Эти люди вышли. Надо, что почему вас этот Бог не павел одинаково. От нас ушедшие ушли. Церковь Христа, Церковь Благословения, Новая Жизнь, Боксисцы, Пятидесятники, Московскую Патриархию, К Старообрядцам, К Старостильным Грехам, К Прохановцам. Это я только знаю. А остальные скрылись, из вида нету. Почему вас Сатана велся, когда в двери одинаково, А дальше разбросал? Притом, а там они друг друга совершенно не признают. Ну, представляете, Уйти не к Старообрядцам, даже к Грехам. И не просто к Грехам, а к Старостильным. А Старостильное разбито еще на несколько группировок. Самый нетерпимый, Самый злобный туда уйти. И куда они ходят? А никуда они теперь не ходят. Где паспу справляли? Нигде. Но я числюсь там. Он нигде не священника, Никого нет. Тут надо быть не слепым, А совершенно безголовым. Остаться полностью без всего. Тот закрыл глаза. Простые слова. Смотрите, сколько за ними есть. И дальше. А если еретики, что с ними делать? Не дружбу водить, А написано, После первого и второго вразумления отвращается. Два. У меня была очень большая переписка. Думаю, что никто не сможет похвалиться Своим Господом, в Которого верят, Что Бог позволил так заботиться о внешнем. У меня в среднем было 1200 писем писал. Это означает 3 письма или 4 в день. 3-4, никак не меньше. Это столько знакомых было. И как же? А вот как? Даже меньше проверили. Мне многие написали эговисты. И брат, там назовут, как угодно тебя, И ты хороший по нашему объявлению. Ответили один раз. Ответили на их письмо. И сказали, вы еретики, И надо прийти в церковь. Больше ни один не ответил. У меня есть очень люди, Не православные, которые нравятся. Вот вы слышали, Затей Бойко, как он много страдал. Ярл Пейс, мой любимый проповедник. Получил от меня книги. Жена пишет. Мы читали со слезами. Второе письмо я пишу. Я никак не пойму, почему вы не в церкви. Вы же не в церкви. У вас нет священства. Больше ни один не ответил. Ни один. Первое и второе достаточно. Что у тебя переписка с еретиками. Два варианта только есть. Или ты будешь еретиком, Или они от тебя отстанут. Если ты это не понял, Ты уже не еретик. Тебе церковное не надо, Служба не надо, Ничего не надо тебе. Ты мне в церкви. Сатана полностью оторвал голову. И просто глаза закрыл. В ком этого нет. В вере добродетели. Добродетель какая? Подчиниться глазу церкви. Ну а их там больше? Больше. В Константинополе было 450 церквей. Все до одной перешли к еретикам. И только одна домовая, Домовая, значит, на дому, Вот у нас как молились, На скворечнике, Одна домовая церковь оставалась православной. А потом? Потом еретики исчезли. Все лету. Это ничего не значит. Заталут говорит, Хотя бы я один остался, Истину никогда не уступлю. Будьте внимательны. Не надо себя обольщать. Я верю в себя, Ты должен верить так, Как заповедовал Господь. Как усталковались святые отцы. А в вере? Показать добродетель. А в добродетелье? Рассудительность. Они просто, У них хорошо, Иритики, Там храпывают. Хорошо. Хорошо говорит трансмировое радио. А куда они ведут? Конечно, это результат. Ты знаешь, нет. Я ездил по всем столичным городам республик. Выступал. Меня ждали. Одна встреча. Больше ни одного нет. А которые послушали, Пришли того раз на встречу, Они православные сейчас, Священниками стали. Они обратились. Они пришли. Их дети у нас здесь находятся. А остальные, Сегодня день, Ножкили, Ими от меня не встречайтесь, И походите. Почему? Потому что это вещь обоюдоострый. Перед ним ничто не устоит. Никто и нигде не устоит против того, Что Бог дал вере православным. Ничего. Они не имеют ни канонов церковных, А ни их правил. Они в Библии так взяли. Это ведь от нас. И перевод наш. В православной синодальной. И что такие книги канонические. Ни один секретант не может ответить. Вот приезжали к нам родственники наших членов церкви. Я спрашиваю, А кто Библию составил канон? Они ничего этого не знают. Их держат в сложной темноте руководство. Они слепые все. А составили на соборах. Евангелия-то было не 4, А 20. А какие из них? Евангелия от Сомы не приняли. Евангелия от Батилиска не приняли. Евангелия от Евреев. Забросили. Кто установил этот канон, Который вы сектантам в руках держите-то? Они от людей спрятали это. А если бы они сказали, Это сохранила историческая церковь. Значит, к нашей церкви у них было бы другое отношение. А они, то есть эти сектанты, Не знают, что мы являемся благодетелями для них. Что мы, то есть православно, Сохранили ту Библию, Которую они любят. Любят и не знают толкования. Толкования они вообще до них не допускают. Покажи рассудительность. А в рассудительности воздержание, В воздержании терпения, В терпении благочестия, В благочестии, В братолюбии, В братолюбии, В братолюбии любовь, В семь ступеней. И каждая ступень требует тщательного рассмотрения. Это на несколько месяцев проповедь. А ком этого нет, дальше говорится, Тот слеп. Так они не имеют ни одной ступени. Ни веры, правильно, ничего нет. Ты внимательно читай Слово Божие. Открой даже нахрен пиласка, Посмотри, как там написано. Я говорю, что у меня опыт Очень большой. Я переписывался со всеми сектантами, Какие есть, наверное, в России. Даже не знаю, какими. И скажу, что предела безумия нигде нет. Представьте, милиционер, Сергей Торопов Объявляет себя Христом, Теперь Вестарион. И люди верят, продают дома и живут. И несколько тысяч домов у них очень много. Открыта у них там школа. И он грезит по всему миру. И везде отделения свои открывают. Но ты поверь в него. Ты на Урале не был. Ты считал сказки Божого? Хозяйка Медной горы. На полном серьезе веришь, Что это богиня, сотворившая мир. И руководит кандидат наук. На сказках. Безумия вообще предела нет. Что бы ни было. Есть сатанисты, колдуны. И они, я говорю, а как вы верите? А мы верим, что Евангелие правильно написано. Только в одном месте неправильно. А какое место неправильно? А то, что Христос свяжет сатану, бросит. Будет наоборот. Сатана Христа свяжет. Даже слышать страшно. Понимаешь, на какую тропу ты вступил? А если это твой родственник, Тебе надо плакать и рыбать. Сатана отбивает арсу. Что у нас есть? Дальше этого некуда идти. А теперь проследите. У нас были смуты. Кто к этим смутянам ближе всего подходил? Кто ближе всего сходился? Эта гниль остается, И она продолжает давать метастазы. А кончится это? Кончится. А чем? Не знаю. Но я знаю только для тех, Где это не спасительно. Придется за смуту отвечать, За крамолу. Моисей как не вел, Моисей ничего не мог сделать. Ничего. Сам пострадал за них и не вошел. Ну, в царство небеса он вошел. А эти люди, Бог поклялся, не один. Так их много, 600 тысяч. Два человека войдут. Вы дома посчитайте процент. Речь идет, тысячная доля процента войдет только. Это все? Все. На весь земной шар только восемь спасутся. Остальные вот теперь они там, Где каменный уголь лежит. А тогда города Содом и Гамора И пять окрестных городов В пекел превратил Бог. Для чего? Показал пример будущим несчастливцам. Это пример. Ты не забывай этого. Ты смотри, где следы идут И где они оканчиваются. Которые перед тобой. Ты скажи, я не Божий, да Божий. Из церкви никогда не выходи. Никуда. А как там все рейтиками, С рейтиками кротко обращать И открывать им истину. Канун есть такой. Кротко. А после первого-второго разумления Написано, отвращайся. Отвращайся. Как от негодного, как от деба. Первое, второе, два. Два письма. Он не принимает, отойди. Но получается так, что они отходят. У нас еще ни одного случая не было, Чтобы дальше продолжали. Нет. Мы получили письма от множества Еретиков, к нынешнему зиму. И ответили всем. Я раздал письма членам нашей общины. Все ответили. Наши материалы заложили. Ни один не ответил. Практически. Почему? А сатана не допускает. Они полностью заблокированы. Ну а есть такие, которые приняли. Приняли. Один попросил выслать книгу. Другой говорит. Я в интернете нашу вашу. И что? Все вышли от Еретиков. Все до одного. По книгам по моим. Книги уже оправдали себя. За книгами идут спасенные души. Из Испании. Из России. Из Израиля. Из Америки. И отовсюду сообщают. Мы только прочитали и поняли, В какую бездну затащил нас сатана. Я уже здесь сколько звонков получил. Вот и молись теперь, а потом, Чтобы твой труд там был. А кто этого нет, тот забыл. Ты не в вере находишься. Вера это ревность, это огонь. Это спасение. Это корабль. Киписянам 4.4. Хочу подчеркнуть, Что у нас есть великое звание. Призванное. А остальные люди не призванные, Которые не по писанию. Они сами тянутся, пытаются что-то. За Израилем по пустыне многие могли идти, Они никуда бы не вошли. Вместе с ними в песок. А войдут только призванные. И Павел говорит киписянам 4.4. Призванные мы к одной надежде Вашего великого звания. А какое звание? Христиане. Выше этого звания нет. А какие еще? Исполненные Духа Святого. Ну а можно вот так вот где-то отдельно организовать. И подобное этому. Каноны говорят так. Вот даже ты православным остался. Батюшка тебе кажется нехороший, А тебе обвинения не доказал. А я пойду в другой храм. Ну вот здесь вот, где Синовал. Там другой батюшка находится. Или через дорогу здесь живет батюшка. Канон запрещает это делать. А я пойду. Все недействительное. А я подобное сделаю. Руки положу. Написано кто состав. Сделай. Молекула к молекуле. Одинаковые. Похожие. Предать смерти. А он все сделает. Те же слова высчиты. Предать смерти. То есть анапима. Сегодня его не убивают. В Израиле его уничтожали. Ты вдумайся в то, что слышишь сегодня. А въезжает в спасение. Спасение только в церкви. Церковь это Божий корабль. На этом корабле были святые. Здесь были апостолы. Здесь был Златоуст. Я всем еретикам задавал вопрос. Вы верите как? Как апостолы. Вы уверены? Да. А в втором веке. Назовите кого-нибудь. Молчок. А мы называем Игнатия. Богоносец. Поликармский. И пошли дальше. Третий век. Мы называем. Четвертый, пятый. Всегда были православные. Еретики никого не могут назвать. Люти ранее могут с 16 века назвать. Баптисты с 17. И в пятницу с 19. Они не могут показать, кто бы так верил, как они. Ну и все. Это самое лучшее доказательство. Выход один только. Молитва. Другого выхода вообще не существует. Пост и молитва. Это обуянность дьявола. Он дьявол захватил. Если человек живет в грехе, блудник, ему легче всего идти к мусульманам. Официально четыре жены разрешаются. Ну и все. Это понятно. Тебе надо это. Ты там найдешь. Усиканцев, хвостов нет. Как раз ты это там и найдешь. Тебе православных не нравится. А у них сидят. Тебе не нравилось стоять там, ты все верно будешь сидеть. Сатана говорит, что только вырази мысль, чего ты желаешь. Я тебе дам то. Весь мир к ногам положу. Ты только поклонись меня. Только он в новых вариациях сегодня кланяется. Я всегда прочитал новое выражение одного священника. И он говорит, что Чернобыль, это причастие дьявола. Я долго думал, как это может быть. На чем это основано? Мысль еще до конца мой не переработана. А это есть. Дьявол накормил людей чем? Небрежностью. Ничто так просто не бывает. Есть много канонов, которые отключают человека от церкви. И нет. И есть каноны, которые молитвы, которые на созидание храмов, как поставить. А на том, как разрушить храм, такой молитвы нет. И как уйти из церкви, такой молитвы нет. Вообще нет. Я не думаю, что блудный сын прощался со слугом. Нет. Он в окно вылез и удрал подругу. Вот так люди уходят из церкви. Ты просто скажи, кто не ценит церковь. Скажи, ты хоть один день был в церкви, ценишь это. Ну тогда приди и докажи твою полноту веры. У тебя любовь. А как ты можешь свои товарищи бросить, ты не приходишь. Ну расскажи нам правду. Мы хотим с тобой пойти в царство небесное. Ничего там нет. Три ступени законной эти ухода. Первое. Ропот. Второе. Таится, не приходить. Третье. Девство все. Других нету. Это я уже в своей наработке на тысячах людей убедился. Первое. Ропот. Бойтесь, как огня. Ропот и недовольство. И взяли начало с этого. Забыли убитых младенцев. А мяса нет. Чеснока нет. Огурцы вспомнили. Великое дело огурцы. В пустыне огурцы вспомнили. Бог дал все, что они хотели. Но только сказал, ни один не войдет уже. Я вас накормлю и докажу свое 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 могущество. Забыли кровь. Забыли рабство. Все забыли. Послание к филиппинцам 3.14. Стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Вышнего звания. Как? Трудовую молитву. По-другому никак не достигалось. Это ночные молитвы. Всегда были поклоны. Кому я не говорил, спрашиваю, проходит время, ну поклоны делаешь. Нет. Но почему? Когда это полезно. Лишний вес сходит. Пот. Святые молились все. Тысячи поклонов делали. Были посещения благодатные. Почему не делаешь поклоны? А по Евангелию их нету. Это Евангелие хоть раз почитай. Христос говорит, вы не знаете, чему кланяй я течь. А мы знаем, чему кланяемся. Ты слышишь такие слова? Христос кланялся. А ты, божди, лесовка, щетки не нужны. Нет щетки, ничего не будет. Дьявол, вторгница. На развалиной будете сидеть. Второе, Петал Никитинам 1.11. Для всего я молился всегда о вас, чтобы Бог наш садил вас достойными званиями и совершил свое благоволение в благости, в деле спасения. Есть знакомые молиться, чтобы люди были достойны великого звания. Я увидел человека в форме военной, и он лежит пьяный. Знаете, как-то не превыше так смотреть. В погонах, большое звание, двумя просветами. А оказалось, пошли бы. Но вот серьезный, говорит, ходит по кладбищу человек в рясе и говорит, кому отпеть. И люди говорят, попа мальчик. И вдруг дает опровержение партии. Это нами запрещенный человек, называет его имя в своей газете. И он теперь так подрабатывает. И там на кладбище упал, там и лежит. Ведь это не сегодня. Другие пишут, со мной был близкий человек. В армии переписывались. Он вернулся, священник, говорит, ты будешь священником, только от Игнатия отстань. Он отстал, не стал писать, стал священником, запился. По дворам ходит, руки поднимает, упадет на колени, дайте выпить. По дворам у прихожан. Я говорю, и сейчас, как узнал, никак, закупал в холодец, утонул. Будет день, когда Бог откроет это все. Вы утопили. Почему вы на весь мир не кричите, что вы убили душу, убили? А ведь это не один. Ведь речь идет о стране расистой. А людей-то отвратили от Бога попы. И теперь несут эту кару. Второе. Тимофея 1.9. Тимофея 1.9. Имя Христа на себе носит. Не звание военное, не священническое, а самое высшее звание христианин. На мне печать Христова. Я запечатлен в день искупления. Печать дара Духа Святого. Как надо вести себя. Где ты это получил? Где ты получил крещение? Где ты трудился? Сядь однажды и рассуди это все и посмотри, как враг над твоей душой посмеялся. Евреям 3.1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, а вы разумеете, посланника Божия Христа Иисуса. Ни Магомета, ни других уразуметь надо, которые называют себя Христами, а посланника. Посланником, то есть апостолом, назван Иисус Христос. Братья, мы, святые, являемся участниками в небесном звании. А наше небесное звание пока неизвестно. Написано, не даст камень, на котором будет имя. Или шелах имя будет написано, которого никто не знает. У нас какое-то у каждого есть имя, и оно уже у Бога. Мы об этом и не рассуждаем, даже некоторые и не знают. У нас еще небесное звание какое-то. Какое? Мы привыкли с Соломон и Соломон. Соломон означает мирный. Иисус означает спаситель, переводится. Спаситель. Каждое имя имеет какой-то перевод. И это имя там откроется во всей красоте. Криминум 11.5. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохраняется остаток. Теперь названы мы избранными. Здесь говорит звание, а дальше и избрание. Так вот по избранию остается остаток. Везде избранные останутся, неизбранные уедут. Избранные. Уверовали неизбранные израильтяне. А ведь еще 13 миллионов. 13 миллионов евреев сегодня живых не верят в Мессию. Они ждут Мессию. И этот Мешлаг, как они называют, это будет Антифлиф. Они все делают. И масонные работают для его восторения. И печать поставят. И они поверят. Притом искренне поверят. И принесут дары ему. И тогда он покажет свое истинное лицо. И они в ужасе побегут. И это он им не простит. И на них воздвигнет гонение. Вот тогда евреи покажут веру. А сегодня остаток. Говорят, евреям много верующих. Православных. Я говорю, а сколько? Это по всему миру может тысяч двадцать. Да кто-то в тысячу раз меньше, чем которые не уверовали. 1 Теснотилицам 1.4. Зная избрание ваше. Много званых, но мало избранных. Званых, то есть проповедь. Проповедь призывающая достигла, да? А избранное обнаружится в конце жизни. Или ты просто шел за общей толпой. Или что-то понравилось в людях. Хорошие люди помогают. Не вовлюют. Не ругаются. А избрание это перед Богом. И его надо все время подтверждать. Я бы сделал это, а я не могу. Я избранник. Лука 23.35. Насмехались над Христом и говорили, если Он Христос, избранный Божий, пусть сойдется к Христа. То есть слово избранный может быть поношением. Если ты скажешь, я не могу делать, потому что я избранник Божий, над тобой засмеются. Попробуйте у себя где-то сказать. А мы избранники Божьи. Так и сказать, я не могу, потому что я не избран для другого. Лука 18.7. Бог ли не защитит своих избранных? Значит, мы названы избранными, и нам особая благодать защиты. А защита эта откроется только в вечности. Сколько было опасностей в эту ночь. Сколько замыслов неосуществленных, которые были против нас поджечь, украсть, увести. И Марк 13.27. И Господь в конце, на сраженном суде, соберется избранных от четырех, а не тех, которые только считали свернущими. Избранных. И надо все время на молитве, Паш Господь, я избранный ли я? Имею ли я Духа Святого? А что Духа Христова не имеет, тот не его, Господи. А возьмешь ли ты меня, когда придешь от четырех метров брать? Учитесь молиться, умирая каждый день. Марк 13.20. Будет время, три с половиной года, страшной муки, голодов. Время Антихриста. Но ради избранных дни те сокрасятся. А их мало будет, они в пустыне. Но ради, чтобы они так долго не страдали. То есть избранные верующие являются еще чем-то, предохраняющим весь мир, а в каких-то катастрофах. Первая Петра 2.9. Но вы род избранный. Старственное священство. 2 Петра 1.10. Делайте твердым ваше избрание. Я хочу сделать твердым. А как? Покорностью голосу церкви. Покорностью Святому Евангелию и Священному Писанию. Спрашивают, а есть такие каноны церковные, которые прямо против Евангелия? Я кроме того, чтобы про монашиство ничего не нахожусь. Вот прямо против. Или они неважные, или они скоростепенные, или они временного характера были. Римлянам 8.33. Кто будет обвинять избранных Божиих? То есть если мы вот это говорим, мы нажимаем врагов, нас будут обязательно обвинять. А стоит вопрос, а кто будет обвинять? Ну да и конкретное обвинение. По слову Божию. Римлянам 11.7. Израиль чего искал, того не получил. А избранные же получили. А прочие ожесточились. А что они получили? Ну что желали? Просили по Божьей милости. А остальные? Остальные не вошли, а ожесточились. Притом, я думаю, те люди, которые умирали в песках, я пытаюсь представить, как они не благословляли Моисея. Они непрерывно говорили, ты вывел нас. Что нам в Египте гробов не хватало? Что ты вывел нас умирать в пустыню? Я, видишь, болею. Врачей нету. Лекарства нету. Укол поставить и этому. В такой дали. Везде грязь. В корове другая колова вымя пропорить, и ты даже ветеринара не достанешь. Это ропотный прерыв. Но Бог знает, нужна тебе корова или нет. Это святая хвабишка. Если продукция от него тебе идет на выпивку, она не нужна, Бог уберет ее. У Бога все выверено. Я это по вере нахожу. Как это твой, скажем, близкий человек, неважно. Эта мерка и ко мне относится. Бог знает, если мы молимся о ком-то, Бог его будет тащить. И лишнее от него отлетать. И ничего нельзя сделать. В Холостином 3.12 Облечитесь, как избранные Божией, святость. Это призыв. И каждый день утром одеваетесь и говорит, Господи, помоги мне, облечься, как избранник у Божий, чтобы по всему было видно, что я христианин. А не так, что в город поехал, поезд голой, в горло в карман, ты везде христианин. Только в город поехали, уже ходят без юбки, уже одели мужскую одежду, и уже мерзавка одна в лишнем городе появилась. Бойтесь Бога. У тебя святое звание, ты христианка, ты христианин. 2 Тимофеев 2.10 Я все терплю ради избранности, потому что они еще нуждаются, чтобы для них донести Слово Божие. К титул 1.11 Павел, апостол, по вере избранных Божиих, по знанию истины, открывшейся в благочестии. Бог открывает истину избранным. Бог дает им воспитателей избранных, наставников избранных. Откровение 17.14 И те, которые с ним, со Христом, суть званые, и избранные и верные. Хотим мы быть с ним. И там какие-то еще кони будут, и они на этих конях будут. Это образно означает. Бог дает скорость верующим облетать здесь весь мир. И там разум их не оскудеет. И то, что они здесь достигли, вечности будет усовершенствовано Христом еще более. Мы, званные, должны быть. Избранные и верные. Звание не от нас зависело. Кто-то нас позвал. Избрание сделал Христом. А быть верным зависит от нас. Приложим все силы, чтобы быть верным Христу. И войти в обетованную землю. Не в зимой хана, а в царство небесное. Аминь.